Музыка Всем привет! С вами Аташа Пархоменко и вы смотрите мой кулинарный канал. В этом видео мы с вами приготовим десерт национальной татарской кухни, а именно чак-чак. Этот десерт по вкусу получается просто изумительным. Бьем идеальное сочетание жареного хрустящего теста и медово-сахарного сиропа. Звучит очень аппетитно. Ну что ж, давайте посмотрим, что нам для этого понадобится. Для того, чтобы приготовить вкуснейший чак-чак, я буду использовать следующие ингредиенты. Для теста мне понадобится приблизительно 300 грамм муки, 3 яйца, щепотка соли и 1,5 столовые ложки коньяка. Можно взять водку, ром, любое спиртное, что имеется у вас дома. Для сиропа мы возьмем 100 грамм меда, 75 грамм сахара. Также нам еще понадобится растительное масло для жарки. Ну что ж, приступаем к приготовлению. Для начала я приготовлю тесто. Я взяла в миску. В миску я впила яйца. Теперь к яйцам добавляю щепотку соли и спиртное. Я в этот раз взяла коньяк. Но я еще раз повторюсь, вы можете взять или водку, ром, ну все, что у вас есть. Теперь нужно венчиком это хорошо взбить. Я готовлю чак-чак по классическому рецепту. И туда добавляется вот спиртное. Вы не переживайте, алкоголь при высокой температуре испаряется. И так сказать, вы не опьянеете от этого десерта. И не будет такого вот явного признака алкоголя. Вот спиртное оно дает, они будут хрустящие, такие вот, и дают они такие вот пузырчатые. Будут увеличиваться в объеме при жарке. Так что смело можете кушать и давать деткам. Я все взбила. Теперь порциями добавляем муку. Нам нужно вымесить такое вот тесто, как на пельмени. Оно должно быть таким плотным, но в то же время и эластичным. Тесто я хорошо вымесила. Я его вмесила на протяжении 3 минут, подсыпая немножко рабочую поверхность мукой. Вот такое оно должно получиться по консистенции. Видите, оно такое плотное, но в то же время оно такое вот эластичное и совсем вот не липнет к рукам. Теперь заворачиваем тесто в пищевую пленку и оставляем его в таком вот положении при комнатной температуре на 30 минут. Тесто уже отдохнуло 30 минут. Теперь мы рабочую поверхность присыпаем мукой. Делим тесто на 2 части и 1 часть теста раскатываем в тонкий пласт толщиной приблизительно 2 мм. Тесто я уже раскатала, а сейчас нам нужно разрезать его на полоски шириной приблизительно 3 см. Тесто я разрезала, а сейчас каждую полосочку с одной и с другой стороны нам нужно хорошо присыпать мукой. Полосочки из теста я хорошенько обваляла мукой. Теперь берем 3 полосочки, складываем вот так вот немножко друг на дружку и нам нужно нарезать лапшу шириной приблизительно 3 мм. Первую часть теста я превратила вот в такую вот лапшу. Ее немножко нужно вот так вот пересыпать мукой, чтобы она не слиплась между собой. И точно такую же работу я проделаю со второй частью теста. Из всего теста я сформировала вот такую вот лапшу. Я хорошо пересыпала ее мукой, чтобы она не прилипала к друг дружке. Теперь я буду обжаривать ее в большом количестве растительного масла. Я вот налила его в кастрюльку, оно у меня уже хорошенько разогрелось. И теперь немножко кидаем лапши и хорошо все перемешиваем. Будем обжаривать на среднем огне и постоянно вот так помешивать, чтобы она обжарилась со всех сторон. Она очень быстро жарится, видите, вот сразу вот увеличилась в объеме. Сейчас поджарим до румяного такого вот состояния и будем выкладывать на блюдо застеленное бумажное полотенце. Через 3 минутки у меня вот получилась такая вот румяная, воздушная и очень красивая лапша. Теперь выкладываю ее на бумажное полотенце. И таким вот образом я обжарю всю лапшу. Лапшу я уже все обжарила, посмотрите, как ее много получается, такая целая большая мисочка. Пока я ее отставляю, а сейчас мы приготовим сироп. Возьмем вот такую вот емкость или кастрюльку, высыпем в нее сахар и мед. Теперь поставим на медленный огонь и будем доводить до того состояния, чтобы сахар полностью весь растаял и масса такого стала вот однородной, текучей. Сироп я приготовила. Вот такой он должен быть по консистенции. Сахар у меня полностью весь растаял. Теперь еще горячим сиропом заливаем в эту вот нашу обжаренную лапшу. Все хорошо перемешиваем ложечкой. Может вот кто-то скажет, что вот мед при нагревании он теряет свои свойства. Ну, знаете, я вот готовлю этот чак-чак уже по проверенному рецепту. Со мной этим вот рецептом поделились знакомые котары, хорошие вот друзья. И они всю жизнь вот так вот готовят и получается очень вкусно. Ну, поэтому вот так вот такой рецепт. И теперь все аккуратненько перемешиваем, стараемся не повредить вот эту вот лапшу. Я все перемешала, а сейчас будем формировать чак-чак. Я взяла тарелочку, руки я смачиваю холодной водой. Теперь беру вот так вот порцию чак-чака и буду выкладывать на тарелочке. Руки я смачиваю водой для того, чтобы чак-чак не прилипал к рукам. И сироп еще такой вот горячий и холодная вода, она немножко вот так вот смягчает горячий сироп. Когда формируем, вот так вот немножко притрамбовываем, потому что, чтобы убрать вот эти вот пустоты, которые будут между лапшой. Чак-чак я весь выложила, сформировала вот такую вот горку. Это главное делать очень быстро, так как сироп очень быстро застывает. Вы можете сформировать тоже вот такую большую горку, а можете сделать маленькие. Тоже будет очень красиво и от этого вкус не поменяется. Этот десерт получается, ну, изумительно вкусным. В нем чудесное сочетание вот таких вот хрустящих, обжаренных заготовок и медово-сахарного сиропа. Его можно кушать вот так вот, отламывать по кусочку, а можно отрезать порциона и подавать порционными кусочками. Вот такая вот получилась красота и вкуснотища. Я надеюсь, вам понравится этот рецепт и вы обязательно его приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки. А я буду радовать вас новыми вкусными рецептами и полезными советами. Приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok